В центре Киева сегодня вновь кипели нешуточные страсти. Сторонники жесткой евроинтеграции пытались заблокировать здание правительства. Напор пришлось сдерживать бойцам спецподразделения «Беркут». Два часа назад глава МИДа Украины сообщил, что президент Янукович все-таки поедет на вильнюсский саммит ЕС. Однако соглашения об ассоциации он подписывать не будет. Тем не менее, Евросоюз продолжает давить на Киев. Его президент Ван Ром Пёй и глава Еврокомиссии Борозу заявляют, что предложения по-прежнему в силе, то есть зазывают. И вот на этом фоне в Киеве остро почувствовался запах перечного газа. О технологии европровокаций с места событий. Евгений Рожков. Битва за палаточный лагерь. Оппозиция планировала обосноваться здесь. Палаток привезли столько, что хватило бы на половину Европейской площади. Но тогда пришлось бы перекрыть движение. Поэтому милиция поставила кордон. Застолбить площадку для протеста. Проверенная оранжевая технология. Когда уже установлена сцена, есть свет, организаторы. Собрать большой митинг быстрее и проще. Вторая и тоже опробованная технология. Привлекать молодежь. Спортивные болельщики и студенты. Вот костяк групп прорыва. Сегодня они прорывались в Кабмин. Обычный пикет легко превращается в штурм. Милиция расступилась, чтобы выпустить машину. Это сигнал действия. Плак, плак. Сотрудники Беркута после вчерашнего все поголовно в противогазах. Была провокация, после которой в ход пошло все. На этих кадрах, сделанных нашим оператором, прекрасно видно, как струи из газовых баллончиков бьют прямо в ОМОН. После штурмовики убегают, и все выглядит так, что отряды Беркута применяют силу по отношению к протестующим. Эта картинка расходится по иностранным агентствам. И вот силовой вариант. Это уже сигнал лидерам оппозиции приехать и негодовать. Дыхать нормальным европейским воздухом. Решите для себя, как дышать нормальным европейским воздухом, когда ты ощущаешь свободу, можешь дышать свободно. Или на тебя наденут резиновую маску, в которой ты через час задохнешься. По кадрам, которые были вчера, слезоточивый газ пускали первыми молодые люди спортивного вида, а не милиция. Я был непосредственно здесь. Значит, если были молодые люди спортивного вида, это понятно, кто это. У нас тут в Украине есть такое при линии тетушки. Это те, которые регионалы нанимают для того, чтобы делать беспорядки и провокаторы. То есть, если это было, то это только провокаторы. На самом деле, раскопали депутаты от партии регионов. Таким провокациям учат самих оппозиционеров на семинарах грантового фонда «Техкэмп». Им удалось внедрить туда своих людей, под видом приехавших из западных регионов. Проходят эти семинары не где-нибудь, а прямо в Киеве, в посольстве Соединенных Штатов Америки. И учат там противодействовать милиции, организовывать беспорядки и вербовать новых сторонников через социальные сети. Участники шести таких семинаров работают уже как инструкторы. Цепная реакция пошла. Покупаются сегодня дизельные станции, оплачивается транспорт для того, чтобы привезти сюда сторонников. Эти деньги достаточно большие. И они приходят в Украину. Они приходят для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Платежи приходят через самые разные, на первый взгляд, безобидные грантовые фонды и организации. Революция – дело дорогое. Тот же лагерь, он же штаб, надо содержать. Стояты сбираемся до конца, до перемоги, до победы, как говорят в России. Терять нечего. Сегодня на обед в лагере оппозиции бутерброды с колбасой и борщ. Несколько раз в день аккуратно подводят брикеты с водой и спальные мешки. Дежурят в лагере вахтовым методом. В основном приехавшие из западных регионов. Как сюда попадают, на камеру в основном не рассказывают. Но весь украинский сегмент интернета просто забит объявлениями о найме на митинги на Евромайдане. Такса от 50 до 100 гривен, чтобы прийти, постоять и помахать выданными плакатами. Вчерашний митинг прошел, но обиженные, как видно, остались. У нас до последнего не сообщали, что мы должны были сделать. Держали, скажем так, в запасе. Подобрали только парней от 20 до 30 лет. Ну просто подержали в запасе. Ну ничего мы не делали. И, соответственно, время закончилось. То есть должны рассчитаться. Сегодня на Евромайдане уже новый митинг. Чтобы не забывали, чтобы поддерживать революционный настрой. И чтобы всегда было, куда прийти лидерам и выступить перед собравшимися. Лозунги все те же. Отправить в отставку правительство. Заставить подписать соглашение с Евросоюзом. А также экстренно собрать Верховную Раду Украины. Но до Вильнюсского саммита сделать это практически нереально. Спикер в Канаде. Депутаты находятся сейчас в регионах. Оппозиция об этом прекрасно знает. Но все равно громко требует на весь Майдан законы жанра. Евгений Рожков, Мадина Тимиряева, Антон Чигаев, Антон Волошин. Вести. Киев. Украина.